САМАРСКАЯ СРЕДА Здравствуйте. Какие территории будут благоустраивать в Советском районе по программе «Комфортная городская среда»? Когда будет завершена реконструкция заводского шоссе на участке от улицы Аврора до 22-го партсъезда? Что нужно делать для того, чтобы молодые жители района знали историю своей малой родины? В нашей студии глава Советского внутригородского района городского округа Самара Вадим Бородин. Вадим Александрович, здравствуйте. Рад вас видеть. Добрый день. Итак, календарная зима завершилась, но настоящая весна пока еще не пришла. Морозы как минимум еще 10 дней простоят. Вот вы как глава района, как оцениваете работу системы ЖКХ на вашей территории? Ну, что касается на территории работы управляющей компании, ну, здесь как бы судить по всем управляющим компаниям одинаково нельзя, потому что у нас есть управляющая компания, которая выполняет довольно-таки качественно свою работу. Ну, есть управляющая компания, с которой приходится работать в ручном режиме. Ну, путем предупреждений, штрафований. Здесь по-другому мы, сейчас сказать вам точно, как оценку дать. Ну, как это, есть такое выражение, средняя температура по больнице. Средняя температура средняя по больнице, будем говорить. Ну, будем так говорить, где-то некоторые на двоечку, на троечку. Компания, ну, четверочку можно твердую ставить, что все равно внутри дворовые проезды, конечно, убираются. Ну, вот, если тогда можно ведь и похвалить, и поругать, вот, кого вы считаете, ну, скажем так, в передовиках, то есть кто работает хорошо, а с кем вот вы, как вы выразились, в ручном режиме работаете? У нас часто приходится работать в ручном режиме, то есть вот кому выносите предупреждения, кому приходите с проверками, кому предписания вы даете и так далее? Ну, одна из этих компаний, она небезызвестна, у нас компания ЖКС, у нее, к сожалению, сейчас осталось на данный момент всего 12 домов. Ну, с ними периодически, конечно, приходится работать в ручном режиме, либо мы работаем с силами администрации района, именно подрядной организации, которые, контракт у нас отторгованный. Ну, мы не можем жителей просто бросить на произвол судьбы, поэтому приходится в любом случае выполнять какие-то чьи-то обязанности. Если по тем компаниям пройтись, которые более качественно работают, ну, у нас на территории 58 управляющих компаний. 58? Сейчас, в данный момент, да, потому что у нас две трети территории все-таки были под ЖКС, но по последним вот случаям о том, что начали от ЖКС уходить, получилось, там есть и маленькие компании, которые имеют 1, 2, там, 1, 2, там, 3 дома. Ну, то есть только начинают работать. Ну, только начинают работать, да. Поэтому как бы судить для того, чтобы не обидеть другие управляющие компании, наверное, будет не совсем корректно. Просто я скажу, что есть компании, хорошо работающие, есть компании, которые работают, ну, после определенного пинка. Да, если эти компании, они нас увидят сейчас, они прекрасно поймут, о ком идет речь. О ком идет речь и кому вы обращаетесь. Да, они прекрасно знают, у кого сколько протоколов, какие штрафы, где подключилась прокуратура, где подключилась ГЖИ, они все об этом прекрасно знают. Поэтому, я думаю, все-таки, если более добросовестные компании, все-таки должны анализ сделать над своими действиями, которые были осуществлены в этом году. А, кстати, вот вы сами сказали штрафы и протоколы. Ну, количество протоколов не спрашиваю, а штрафы. А какие вот штрафы могут наложить на управляющую компанию за ненадлежащие исполнение своих обязанностей? Там по разным статьям у нас штрафы колеблются от 5 до 300 тысяч рублей. Ох. Да. Ну, 300 тысяч – это злостное нарушение, ну, понятно, да. То есть, ну, штрафные санкции все разные. Все разные, поэтому мы персонально к каждому подходят. Кто-то после первого протокола понимает, что действительно неправ и начинает, как бы, устранять определенные, выполнять работы, там, устранять свои недочеты. Ну, а те, кто более злостные, ну, конечно, получают штрафы. И штрафы довольно-таки приличные. У ГЖИ штраф 300 тысяч на управляющую компанию. Прям реальный, будем так говорить, штраф, который выставляется. И, конечно, они пытаются судиться, отсуживаться, но Государственная жилищная инспекция, я считаю, что она непреклонна к данному моменту. Ну, и это хорошо, потому что, если не бить рублем, наверное, здесь просто невозможно заставить работать, я так понимаю, некоторые компании. Ну, да, некоторые компании, к сожалению, по-другому не получается заставить. В этом году было много снега, и снегопады еще продолжаются, говорят, еще будут. А как решается задача уборки дорог, ну, вот, в частности, и в целом в районе, и внутри, между дворовых территорий, а внутри дворовых дорог? Ну, в предыдущем вопросе, в принципе, я немножко коснулся этого. То есть, понятно, что есть управляющие компании более крупные, у которых есть собственная техника, там, им немножко проще. Мы в этом году после сильных снегопадов по поручению главы города Елена Владимировна Лапушкиной выходили в 6 утра, в 5 утра выходили. Сами выезжали, объезжали дворовые территории, смотрели, то есть технику выводили те компании, у которых она в наличии собственная техника. Более мелкие компании, конечно, привлекают, она выходит чуть позже, но есть замечания, скажу, есть замечания. Ну, более-менее пытаемся справиться с данным моментом, конечно, с данным вопросом. Вот эти замечания, они тоже в рамках, скажем так, ГЖИ могут решаться? Или вот район каким-то образом может помочь, если, ну, ситуация во дворе, например, совсем вот, ну, нехорошая? Хотя, наверное, может быть, у вас таких и нет ситуаций. Нет, ну, как, ситуации везде такие есть. Да, действительно, район может помочь. У нас есть территории, которые являются незакрепленным территорием, то есть это у нас внутриквартальный проезд, за который отвечает администрация района. У нас, в собственности, находится у района один наш погрузчик, у нас плюс отторгован контракт, у нас есть еще дополнительный, мы вызываем технику. В сильные снегопады мы вызываем до шести привлеченные техники ежедневно, плюс одна наша. То есть семь единых техники у нас выходят на расчистку территории. Конечно, мы при расчистке территории после сильных снегопадов, мы не делим это мое, не мое, твое, не твое. Конечно, трактор вычищает территорию для того, чтобы людям хотя бы удобно было проехать, выехать от своего жилого дома. Есть, конечно, вопросы не только касающиеся использования техники и управляющей компанией. Конечно, очень много вопросов. Это у нас парковка автомобиль на внутриквартальных территориях, что, конечно, затрудняет у нас прочистку территории. Мы прекрасно понимаем, что район Советский – это самый старый район города Самара, городского округа Самара. Поэтому в те времена старые парковочные места были, конечно, в ограниченном состоянии. Ну, сами прекрасно понимаете, что в одной пятиэтажке было там одна-две машины, может быть, там внутри машины в лучшем случае. У заводчан, которые работали на заводах, зарплата была достойная. Но сейчас количество, конечно, автомобилей увеличилось. А парковочные места не во всех дворах можно, конечно, увеличить. В рамках, когда мы производим работы по КГС, мы, конечно, стараемся предусмотреть все варианты увеличения количества парковочных мест. Сейчас уже в одной квартире бывает по две машины, у одной семьи по две машины. Ну, все равно, все-таки, действительно, дома не новые, и территория не позволяет максимально увеличить количество парковочных мест. И люди вынуждены бросать в проездах автомобили, и мы не можем, конечно, тяжелой техникой, более крупной такой, пройти, прочистить. Нам приходится уже возвращаться на эту территорию в более поздний период. Либо это днем происходит, когда люди уже на работу отъехали, либо пытаться развесить объявление. То есть добросовестные люди выходят, убирают технику, зная о том, что сегодня будет прорасчистка территории. Ну, еще раз говорю, это бич, наверное, старых наших районов. Все-таки парковочных мест у нас, конечно, не хватает категорически. Вадим Александрович, ну, кстати, эту проблему можно решать при помощи старших по домам и руководителей вот тех самых, ну, внутрирайонных, так сказать, организаций, то есть вот этих ТСН и так далее. Вот, но где их найти, таких людей? Ведь это же дефицит огромный. Ну, есть старшие по домам, есть активные люди, довольно-таки такие, которые работают как старшие по домам, то есть на безвозмездной основе, ну, как бы на энтузиазии получается. Вот, плюс управляющие микрорайоном, плюс у нас председатели ТОС. Мы работаем с жителями, клеим объявления, ищем собственников. Есть люди, которые более добросовестны к данному моменту относятся, то есть вышел человек, прекрасно понимает, что для того, чтобы в следующий раз он мог спокойно заехать или выехать, ему нужно убрать технику, чтобы была произведена очистка. В основном люди понимают, конечно, понимают. Мы работаем, работаем с людьми обязательно, в обязательном порядке. Для этого был создан институт ТОСов. Вот об этом речь. ТОС, микрорайоны и так далее, и так далее. Да, ТОС, микрорайон, управляющий микрорайоном. Это глаза, уши наши на территории района. ТОС работает замечательно. Есть у нас, конечно, у людей, у каждого человека, который проживает, есть определенные там вопросы, трудности, и вот все-таки ТОС признан для того, чтобы быть промежуточным звеном. То есть встреча, происходит встреча на территории ТОСов. Разговор, мы узнаем погоду в доме на территории конкретной, куда мы выезжаем. То есть вы руку на пульсе держите? Стараемся держать на пульсе. Еще одна проблема – это крыши и кровли. Насколько актуальна эта проблема для вашего района, особенно с учетом вот этой сложной зимы, которая была, то есть когда снег, дождь, снег, дождь. Что у вас происходит? В принципе, по кровлям, да, у нас замечания, не замечания, а жалоб от жителей довольно-таки много. Но я, опять же, наверное, все-таки скажу, что район немолодой. Кровли в основном у нас скатные. Мало у нас домов, которые с мягкой кровлей. Кстати, те тоже уже постройки 90-х годов, то есть начинают подтекать. Ну и весь вопрос, конечно, многие кровли можно отремонтировать только в рамках программы по фонду капитального ремонта. Других мы пока, вот, латочных моментов, конечно, очень тяжело. Шиферные кровли, двухэтажки, трехэтажки. Если мы с вами посмотрим на победе, там, трех-четырехэтажные дома сталинской подстройки. Конечно, там кровли и примыкания, шифер с металлом уже. Есть дома, по которым уже фонд капитального ремонта произвел ремонт. Там проблем, как бы, у нас таких не возникает. Но все-таки вопрос остается актуальным. Некоторые кровли даже, ну, их нельзя чистить. Если мы говорим про шиферные кровли, то шиферные кровли, она боится морозов, вылазит на кровлю и очищать шифер, ну, нежелательно, потому что он трескается. Ну, конечно, конечно, его лопатой просто сломаешь. Да, совершенно. Поэтому приходится сбивать только сосульки снизу. Ну, кровля остается, вот, к сожалению, вот, нетронутая. Много вообще жалоб? Вот, не считали? Сколько? Ну, я вот сразу не скажу, как только проходит оттепель, сразу к нам, конечно, поступает обращение. Бывает и 10 обращений, и 20 обращений, и 30 обращений, по-всякому. Зависит от того, сколько оттепель будет длиться. Но управляющие компании надо дать должное. Они реагируют, может быть, не так, как хотелось жителям, потому что, ну, как правило, у нас в такой период, когда идет потепление, понятно, мы понимаем, что кровли будут течь или сильный снегопад с переходом на оттепель, у нас в ежедневном режиме работает от 17 до 20 бригад по очистке кровли. Ну, 20 бригад они в среднем могут очистить в день, ну, порядка 40-50 домов. Ну, у нас на территории района 1163 дома. Вот, поэтому... Соответственно, можно считать. Да, из 1163 дома у нас со скатными кровлями находятся 875 домов. Вот эти 875 домов, конечно, если по 50 домов в день, то есть сколько дней требуется на очистку. Там же в любом случае производится техника безопасности. Конечно. Где-то вызываются у нас гидроподъемники, которые обязательно согласовываются с ГИБДД, потому что на таких улицах, как улица Победа, улица Гагарина, устанавливая гидроподъемник на проезжей части, либо на тротуаре, мы обязательно должны согласовывать с ГИБДД. Ну, тоже определенные вопросы. Но ГИБДД идет навстречу, у нас вопросов не возникает никаких. Ну, я еще раз говорю, это просто использование сложной техники для очистки кровли. Она тоже дает свои плюсы, но дает и свои немножко трудности. Вадим Александрович, еще одна важная проблема – общедомовые приборы учета или общедомовые счетчики учета. Много обращений к вам, как к главе района и в ваш район по этому поводу? Вот сейчас на данный момент уже поступило порядка 25 обращений от жителей по поводу приборов учета. Мы говорим о том, что установили приборы учета, и у людей ухудшилось тепло, пошли теплопотери и ухудшилось отопление именно в домах. То есть стало холоднее? Да, стало холоднее простым языком. Вот сегодня мы выезжали с депутатом губернской думы Александром Ивановичем Живайкиным, пригласили телевидение, мы выезжали на один дом, это аэродром на 53. После установки прибора учета действительно жители первого, второго, третьего этажа почувствовали как бы дискомфорт, то есть отопление у них ухудшилось. К сожалению, не смогли нам тепловые сети предоставить ни проект установки этого теплового счетчика, у нас ни марку его, ни документацию никакой. И установка данного счетчика не была согласована с жителями. Мы спустились в теплоузел, посмотрели, ну, визуально, конечно, произошло заужение диаметра трубы. То есть если труба входит одного диаметра, то счетчик почему-то стоит на 25 диаметра. Вот это у нас возникло очень много вопросов. Александр Иванович Живайкин, как депутат губернской думы, он сейчас готовит запросы в тепловые сети с просьбой предоставить нам всю документацию. Мы, как только мы получим документацию, будем изучать, на каком основании, почему без разрешения, и вообще, этот ли счетчик должен был установлен. И это проблема не только вот этого дома, это проблема порядка у нас 25-30 домов на данный период как раз вот с этой проблемой находится. Вот, мы этим вопросом будем заниматься, и губернатор наш Дмитрий Ильич Азаров, он говорил о том, что, ребята, с установкой счетчиков надо разобраться. Ну, депутаты губернской думы пошли разбираться конкретно на своих округах. Так в чем же все-таки причина? Почему именно прибор учета, который должен повлиять на оплату жителей, как бы, уменьшить оплату жителей, как правило, должна быть экономия, сколько человек потребил гигакалорий, за столько он должен заплатить. А получается так, что делаем хорошее дело установкой счетчика, получаем негатив от жителей, поскольку ухудшается отопление. Вот, в данной причине, конечно, мы будем разбираться. Да, вопрос очень актуальный, это я так понимаю, что не только по нашему району, а по всему городу. Конечно. Да, и поэтому наши депутаты губернской думы вот конкретно с людьми уже начали работать по данному вопросу. Куда обращаться? Вот если у кого-то еще такая проблема возникнет? Ну, необходимо, наверное, обращаться в администрацию района, я как глава района вам смело скажу, то есть мы с каждым заявлением по поводу установки прибора учета и связанным с ухудшением именно отопления, мы с каждым персональным объектом будем разбираться. То есть придете, посмотрите, спуститесь в теплоузел? Совершенно верно. При необходимости сами спуститесь? Я сам спускался, я был на нескольких домах, на прошлой неделе я был Гагарина 113-119 на домах, тоже действительно установлен прибор учета, прибор учета, по моему мнению, занижен диаметром установки по прибору учета, и поэтому также написал запрос, но от администрации района уже в Т-плюс, чтобы мне предоставили пакет документов. Я буду изучать пакет документов, если не хватит нашего опыта, мы готовы будем обратиться к экспертам, которые нам все-таки подтвердят, действительно ли этот прибор учета должен стоять, другой ли прибор учета, и в чем конкретно причина. Пока мы не видим от Т-плюса ни проектов, ни документации на данные счетчики. Это, конечно, неправильно и противоречит всем правилам эксплуатации теплоустановок и установки приборов учета. – Вадим Александрович, еще одна актуальная тема для советского района – это заводское шоссе. Району 82 года, если я не ошибаюсь, он ассоциируется именно с развитой промышленностью, то есть это вот район-производитель. Соответственно, заводское шоссе – чрезвычайно важная дорога. Когда она начнет работать в полном объеме? Если я правильно помню, в 2019 году там уже началась реконструкция? – Да, так сказать, там началась в 2019 году, она шла у нас в два этапа. Там она даже началась не в 2019, началась в 2018 году, первый этап шел от улицы Авроры, по-моему, или 2017, или 2018 год, началась первый этап оттуда. Потом сейчас идет эта вторая очередь, именно идет середина уже от завода керамических изделий и до 22-го партсъезда. Вопрос очень актуальный такой, серьезный, тем более для промышленников, для предпринимателей. Из промышленников, которые находятся на данном участке, была создана рабочая группа, которая периодически встречалась в департаментах градостроительства, а департамент градостроительства у нас является заказчиком данного вида работ. Поэтому мы там встречались, какие-то свои замечания, какие-то вопросы. Насколько я знаю, сейчас в данный момент просто продлен контракт. Данный вопрос находится на контроле у департамента градостроительства, у Ленины Владимировны Лапшкиной. Поэтому пока вопрос стоит о том, что в 2021 году данный объект должен был сдать. Сейчас сказать точно не скажу, наверное, все-таки больше департамент градостроительства скажет. Вадим Александрович, 2021 год и программа «Комфортная городская среда». Что будет сделано в районе? В этом году у нас будет по программе сделано два двора. Это у нас «Победа-92» и у нас «22-го партия-44-46». Всего у нас заявок в данный момент в реестре находится 81 заявка. Ух ты! 16 заявок, да, мы уже сделали. Это у нас идет очередность. Очередность не уходит, она так и идет, продвигается. Все зависит от финансирования ежегодного. В этом году нам предоставили порядка 12 миллионов. На эти 12 миллионов мы сумеем сделать только два двора. «Победа-92» – это дом, небольшой двор, поэтому там, в принципе, небольшие затраты. А вот «22-го партия-44-46» – большой двор. По желанию жителей будут все учтены. Он будет самый довольно-таки крупный. И поэтому там будут основные средства потрачены, конечно, на этот двор. Дальнейшее продвижение очереди у нас зависит от того, как… Да, «22-й», «23-й» год. «22-й», «23-й» – это будет все зависеть от финансирования. То есть мы, получая ежегодно, заключая соглашение с Министерством ЖКХ Самарской области, мы видим ту сумму, которая нам выделяется на КГС, мы собираем жителей и начинаем. То есть если в этом году мы сделаем 17-й, 18-й по счету двор, значит, в следующем году мы придем на 19-й двор, который идет по счету, мы пройдемся, посмотрим, выслушаем имени жителей, составим смету. И от этой сметы уже будет зависеть, сколько еще дворов по очереди попадут в данную программу в том или ином году. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет и затем продолжим нашу беседу. Советский район Самары – район-созидатель. Один из немногих в городе, где есть заводы, производящие оборудование, металл, продукты питания и товары народного потребления. В годы Великой Отечественной войны Советский район сыграл большую роль в оснащении армии, став тыловым и промышленным центром запасной столицы. Его жители работали на заводах, производивших вооружение и технику для армии. Район и сейчас продолжает активно развиваться и благоустраиваться. Здесь располагаются любимые жителями «Зеленые уголки». Это парк имени 30-летия Победы, парк «Дружба», сквер первых космонавтов, скверы Чехова и Маяковского. Хочется пожелать Советскому району дальнейшего развития. Добрых, радостных впереди юбилеев. И, конечно, всем жителям. Прежде всего, здоровья. Радостных вестей. Успехов всегда и во всем. Вадим Александрович, вот этот сюжет, он снимался как раз к юбилею района. Я говорил о том, что районы – славная история. Это действительно районы, один из, скажем так, краеугольных районов города. Что делается для того, чтобы молодежь, которая живет в районе, помнила, знала эту историю? Ну, вот в данный момент мы сейчас обсуждаем выпуск книги, которая будет посвящена у нас Задыхину Геннадию Васильевичу. Задыхин Геннадий Васильевич у нас был выходец с завода «Металист». Он еще возглавлял ячейку в ЛКСМ, потом он был председателем райисполкома, потом он возглавлял в свое время горком, горисполком, извиняюсь. Потом был первым заместителем главы администрации Самарской области. Мы встретились с людьми, которые работали с ним рука об руку. Это те комсомольцы, по тем временам партийные работники, которые работали с ним вместе как-то, осуществляли управление районом, городом, областью. И сейчас готовится книга именно памяти его, и в ней будут как бы исторические моменты, все связанные с нашим районом, указаны. Эта книга послужит, мне кажется, таким небольшим, может быть, примером для нашего молодого поколения, потому что молодое поколение, проживающее не только в нашем районе, в советском, в любом районе города, оно должно знать историю. Ведь история советского района, она история частички всего города. Дело в том, что там же нарезали, потом из советского района отделялись. Да, Молдский район, да, из него потом была нарезка, это самый старый район, там 80 лет нам был юбилей, сейчас там 82 года. Поэтому тот наш район, будем так говорить, он основатель, можно говорить, районов города Самары, и поэтому книга Геннадия Васильевича Задыхин, она, конечно, будет знаком, таким выпуском, знаковое такое событие. Вот, мы обязательно раздадим все школы по экземпляру для того, чтобы на базе даже наших школ могли бы проводить там уроки истории, уроки какого-то патриотического воспитания. Все-таки это те люди, которые в небольшой, там, где-то сложный период, трудный, они возглавили наши районы, город, там, область. Но они город наш построили, откровенно говоря. Да, да. Они построили город, по сути дела. Геннадий Васильевич конкретно, вот, Задыхин, я помню, еще был студентом колледжа связи, это 80-й год, у нас 400 лет города Самары, Геннадий Васильевич как раз был на тот момент руководитель горосполкома, и вот этот весь юбилей, 400 лет все-таки под его руководством проходил. Я помню, как он приезжал к нам в колледж, мы были молодые студенты, он рассказывал какие-то истории, какие-то вот памятные события, ну, будем так говорить, общался. Довольно-таки замечательный человек, знаменитый, и очень много сделал не только для города Самары, для района, для области. Заслуженный человек, и я думаю, что молодежь, вот, прочитав эту книгу, где-то почитав ее, посмотрев, она все-таки, ну, немножко сделает анализ, наверное, в своей душе, в своей голове, там, какие люди были, что они делали, и как-то, может быть, все-таки повлияет. И как строить свою жизнь. Да, как строить свою жизнь, и, может быть, как дальнейшее поведение, свою карьеру строить. Владимир Александрович, пандемия коронавируса, к сожалению, не завершена, хотя ситуация существенно лучше стала, но тем не менее. А что делается в районе, как работаете с общественными территориями, с потребительским рынком и так далее? Ну, что касается у нас управляющих компаний, то управляющая компания у нас, опять же, я говорю, некоторые добросовестные, недобросовестные. Также производится обработка у нас подъездов, лестничных маршей, входных групп домов. Мы ведем контроль. Конечно, охватить 1163 дома за один день проконтролировать невозможно. Выборочно мы ездим, проверяем. Обработка в обязательном порядке должна проводиться, она фактически максимально возможно проводится. Проверяем мы наши торговые центры, предприятия, питание, проверяем объекты торговли. У нас на территории самое большое, это, конечно, у нас космопорт. У него находится фудкорт, и периодически туда выезжает Роспотребнадзор с представителями полиции, с сотрудниками нашей администрации для того, чтобы проводить проверку и соблюдение масочного режима. Буквально последняя поездка, по-моему, была два дня назад, они выезжали туда, смотрели, как там проходит. У нас же был запрет, и несовершеннолетние не должны появляться в торговых центрах без сопровождения взрослых. Были случаи, протоколы составляли, все у нас было. Многие понимают, жители не понимают. Вот, конечно, она по документам, конечно, идет на спад, но все равно расслабляться нельзя. Как говорит наш губернатор Дмитриевич, расслабляться нельзя. Он проводит, еженедельно проводит у нас штабы, на этих штабах присутствуем. Поэтому все поручения, которые идут от штаба, а там присутствует и Роспотребнадзор, и медицина, конечно, мы стараемся полностью выполнять. Я считаю, что для безопасности людей это необходимые меры, не просто необходимые меры. И каждый человек, он должен это понимать. Ну что ж, спасибо за интересную и содержательную беседу. Надеюсь, что мы с вами здесь еще не один раз увидимся. Ну и надеюсь, что у нас будут интересные новые поводы. И когда книга Задыхина выйдет, вы здесь нам ее покажете. Обязательно. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был глава советского внутригородского района городского округа Самара Вадим Бородин. Удачи в делах. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!